Рыба по ханшу Но я начну с критики. Открыв любой учебник или справочник по ханшу, вы бы там нашли информацию о том, что есть такая вот рыба особая, которая самая лучшая по ханшу, и вот стоит завести эту рыбу, как сразу тебе улыбнется большая удача. Называется это рыба арована. Арована. И вот сразу, так сказать, восточное лукавство. Рыба арована не может приносить хороший феншуй по той простой причине, что это рыба-убийца. У нее как бы изо рта такие два таких усика торчат, и она этими усиками давит всех других аквариумных рыб. Поэтому рыба арована, да, она красивая. Она такая очень своеобразная. Видите, усики? Она вроде как типа золотая рыбка, но эта золотая рыбка-убийца. А убийцы по определению не могут нам даровать хороший ханшуй. Поэтому никому не рекомендую заводить аровану. Мне ее и морда не нравится. Лично какая-то она претензионная, обиженная, с этими вот, как змея. Да, да. Убивает всех рыб, которые кроме нее есть в аквариуме. Какой уж тут хороший может быть феншуй. Ну, а если говорить в целом не о барабане, а о рыбках, таких безобидных, которые не убивают друг друга, то, безусловно, рыбы феншуй улучшают. Безусловно. То есть присутствие аквариума в помещении, конечно, является гармонизирующим фактором. Мы вот помните, на астрологии делали упор по аквариуму для тех, кто в 12 секторе Москвы оказался в Нептунианском. И мы советовали аквариум. Феншуй всем советует аквариум. Не только аквариум, а как бы аквариум, это всегда хорошо. Потому что рыбы, они являются добрыми символами феншуй. Так же, как и икра. Ну, икра это вообще особая история. Икра рыб, она тем более, тем более считается очень, очень хорошим символом феншуй, в том числе символом богатства. По правилам, количество рыбок, которые есть в аквариуме, обязательно должно быть нечетным. Нечетным. Ну, одна, три, пять, семь рыбок. Девять, например. И желательно, чтобы было так. Все рыбки одного цвета. В смысле, не все, а именно, допустим, вот если их девять, то восемь рыбок одного цвета. А девятая рыбка другого цвета, я имею ввиду, не рыб разных пород, а я имею ввиду рыбы одной и той же, одного и того же биологического вида, но просто восемь беленьких, например, и одна такая же, черненькая. Ну, или, допустим, пусть вот эта одна, может быть, будет другого вида, не того же самого, но она должна резко отличаться по цвету. Итак, нечетное количество рыбок в аквариуме, поэтому вы, если у кого-то дома стоит аквариум, вы пришли в гости, вы как мастер фэн-шуй прежде всего выясняете, нет ли там этой убийцы, араваны, о которой везде пишется, что это лучшая рыба. И потом посчитайте, сколько рыбок, и если окажется, что рыбок четное количество, то желательно, конечно, рыбку одну убрать. Ну, оно и так, в общем, происходит периодически, но я не имею ввиду ее убить, но просто четное количество плотных рыбок должно быть нечетное. И подобрать так, чтобы они все были одного цвета, а девятая, ну или пятая, ну, в общем, последняя, она резко отличалась по цвету. Все беленькие, ну или золотистые, она черненькая, или наоборот, все синенькие, а она какая-нибудь красная. Тут не важно, главное, чтобы она резко отличалась. И вот такой набор, он создает особенно положительный фэн-шуй. То есть и количество рыб имеет значение, сколько их в аквариуме, и какой у них цвет. И какой у них цвет. Что касается икры, мы уже сказали, что это еще более мощный символ фэн-шуй, поэтому все, что связано с икрой, это все хорошо. Я имею ввиду сувенирно, конечно, сувенирно, потому что икра, это и рыбы, и жизнь, и атрибут богатства. Тут очень много. Почему вокруг икры всегда столько инсинуаций, всегда икорная мафия. Во все времена, сколько людей живет и, как говорится, процветает на контрабазе икры, потому что икорное дело, оно очень прибыльное и вечное. И пэн-шуй хороший. Ну, что имеется ввиду? Ну, например, картина с изображением, да, икры, да, обязательно. Вот почему у нас тоже так принято, когда, например, ну, какое-то застолье гостей или вас позвали, или вы, ну, принято, чтобы помимо всего там прочего, что купили, наготовили, были бутерброды с икрой. Даже если их не особо, не все ее любят, не все это едят, но сам факт наличия икры уже создает большую. Уже создает пэн-шуй. Это просто вот ее наличие, что икра, икра есть. Ну, и, конечно, существует одна главная рыба, рыб очень много, но есть самая пэн-шуйная рыба, конечно, это никакая не Аравана-убийца, это карп. Больше всего в Китае уважают карпа. Уважают карпа, сейчас поймете почему. Канок, это карп, не самая удобная рыба, потому что он, подлец, очень костлявый, и кто карпа готовил, препарировал, да, подавать с костями вроде как тоже не есть хорошо, а спасти с этим карпом на полдня, но это с точки зрения кулинарии. Мы сейчас говорим о пэн-шуй, но я карпа кушать не предлагаю. Речь идет о том, какая рыба создает самый положительный пэн-шуй. Это карп, а не Аравана. Именно карп является, сейчас вы поймете почему карп, рыб столько много, чем карп заслужил в пэн-шуй такое почетное место. Карп заслужил это место, потому что, потому что, когда у Конфуция родился первенец, Конфуций это знаменитый древнекитайский философ, то правитель послал Конфуцию к счастливому отцу, крупного карпа. Дело в том, что у карпа есть такая особенность. Когда карп идет на нерез, он начинает плыть против течения, и вот речной карп, и он преодолевает, мало того, что против течения, как вы думаете, легко плыть против течения? Очень тяжело, очень. Карп плывет, да, против течения, и там, где речные пороги, пороги это такие ступеньки на дне, ну, естественный рельеф, карпы подпрыгивают вот так вот из воды. Он дельфина из себя изображает. Они прям вот так из воды подпрыгивают, и солдатикам падают вниз. И вот древние китайцы говорили, что в этот момент карп превращается в дракона. То есть они усматривали в этой рыбе черты главного, главного тотемного животного в китайской метафизике дракона. Карп подпрыгивает на речных порогах, выныривает из воды, и в этот момент превращается в дракона. Поэтому те, кто разводит карпов, не кушает, а разводит карпов, привлекают к себе большую удачу. Вот когда человек приходит к мастеру фэн-шуй и спрашивает, ну, не бедный человек, не бедный, и говорит, что-то у меня дела пошли хуже, там контракт слетел, тут не подписали, там перехватили, что-то не то. Мастер ему говорит, разводи карповую ферму. Ну, вложи в это деньги, пусть маленькая. Начинай разводить карпов. Ходь дома на даче. Начинай разводить карпов. Как только человек начинает разводить карпов, срабатывают вот эти вот непонятные пока для нас законы китайской метафизики, и к человеку привлекается большая удача. Поэтому универсальный совет. Хочешь, чтобы дела твои пошли лучше, разводи карпов. Не важно, для чего ты их там продаешь, потом что-то там будешь с ними делать. Это сейчас не важно. Разводи карпов. Разводи карпов. Разведение карпов – это привлечение энергии дракона. И вот видите, так они и пишут. В одной из старинных легенд говорится, что карп, преодолевший речные пороги, может превратиться в дракона. И вот статуэтки делают из нефрита. Вы видите, карп как изображен на статуэтке? Он же не плывет горизонтально, а он же прям вот он весь, как человек стоит. Это он подпрыгивает в этот момент. Подпрыгивает. А китайцы, они даже приходят на это смотреть. Ну вот там, где речки, узкие места, где вот пороги. И когда карп идет на нерест, они на берегу. Не то, что они там их ловят, нет. Они просто смотрят на это, как эти рыбки сальто устраивают, подпрыгивают высоко вверх, и этот карп превращается в дракона. Все это может показаться, конечно, каким-то таким оторванным от жизни, но это совсем не так. Это совсем не так. Люди, которые используют фэн-шуй, привлекают огромную удачу. Столько этой удачи, что пору делиться с другими. Бассейн и скарбами сразу же велел устроить создатель торгового центра Крокус-Сити на Амкаде, потому что мастера фэн-шуй принимали участие в обсуждении дизайн-проекта, и там карпы плавают в открытом доступе. Понятно, что это не река, что там нет порогов, что там карпы не выпрыгивают вертикально из воды, но разведение карпа, разведение. Между прочим, этому человеку, никто не знает, как его фамилия? Агаларов, конечно, да. Ему удалось сделать почти невозможное. Там же была открыта станция метро. Станция метро, причем это уже пространство замка, и тогда еще, когда метро не выплескивалось за границей в карпах, он во многом этот проект спонсировал. Метро это очень важно, но не буду объяснять почему, потому что не с точки зрения метафизики, а с точки зрения территориальной доступности. Да, карпы ему помогли. Правда, новая мэрия нашла большое количество недочетов в станции метро Микинина, Микинина она называется, причем недочеты оказались фатальными, и в борьбе за счастье москвичей новая мэрия решительно требовала закрыть эту станцию, как непригодную для разведения, непригодную, плохую станцию метро. Остальные все хорошие, а это прямо плохая станция оказалась. Но, не знаю, она же вроде открыта, а закрывали? Нет. Закрывали, да? Ну как же, конечно. Мэрия боролась за благополучие москвичей, и Микининскую закрывали. Ну, короче, не просто там пришлось, но карпы, карпы помогли. Итак, перед вами, перед вами фотография Кристины Арбакайте со своим супругом Михаилом Зимцовым. Кристина с животом, это она была на сносях, когда собиралась рожать Клавдию, будущую свою дочь, Клавдию Зимцову, что тут изображено. Они жили тогда в США, ну, собственно, и сейчас там живут, и каждый день, каждый день они ходили обедать в очень дорогой торговый центр, ну, типа вот Кропуса, через дорогу от их дома, а там, вот как под копирку, ой, там как под копирку, там бассейн, и в этом бассейне плавают карпы. Я не знаю, там вот кусочек, ну, вам, конечно, не видно, там вот справа будет кусочек этого бассейна, и там виден золотистый карп. Ну, коллеги, качество, не знаю, вы увидели или нет, вот, вот она, да, да, и каждый день они обедали и смотрели на карпов, вы же уже поняли, что достаточно просто смотреть, и привлекали огромную удачу. Про рыбок поняли, коллеги? Так что совет один, разводите карпов, тем, кто хочет привлечь, или хотя бы наблюдайте за карпами, наблюдайте за карпами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok